проигрыш бывает всегда разный разный проигрыш да значит я считаю что в какой-то степени да такой необязательный необязательный прозрач потому что может быть в первом тайме мы начали не очень хорошо не очень хорошо да во втором тайме конечно команда очень здорово играла имели колоссальное преимущество могли забить и в штангу попадали моменты были прекрасные проходы вот но к сожалению не смогли от реализовать то преимущество во втором тайме которое было у нас так я считаю что первый тайм в какой-то степени мы начали неудачно вот после пропущенного голода как обычно в этом плане заиграли заиграли и я считаю так показали достаточно неплохой футбол вот что можно сказать по игре но значит все в равных условиях но может быть может быть я еще конечно с ребятами в этом плане переговорю все-таки наверно переход такой естественно поле на искусственное поле вот здесь посмотрим как этот фактор нужно с ними поговорить в этом плане как они чувствовали себя на искусственном поле вот но еще раз это не оправдание конечно все в равных условиях вот а так вот наверное такой краткий комментарий который бы я хотел сказать по отношению к делу ребята старались ребята проявляли себя но футбол вот такой какой он есть непредсказуемый и поэтому еще раз говорю вот эта лига фанель она вот и показывает что здесь каждый может обыграть каждую нужно еще раз говорю относиться к сопернику с огромным уважением проявлять все свои лучшие качества бороться биться за каждыми мяч проявлять свое мастерство вот эта лига заставляет это все делать поэтому еще раз говорю такой уникальный турнир вот так я хотел бы сказать а так конечно проигрыш всегда в какой-то степени влияет сторону негатив но будем стараться реабилитировать себя в следующих матчах так что ни одна команда и в мире наверное не проходит вот такой может быть этапом нам нужно тоже пройти вот здесь нужно сейчас поверить снова себя и в следующих матчах снова показывать хороший футбол сейчас мы постараемся ребят в этом плане настроить если про первый так говорить если по горящим следам разбираться что на ваш взгляд не получилось команды потому что сложилось впечатление что если не сонными то такими не предельно может быть сконцентрированными вышли и в итоге достаточно быстро мяч пропустили нет но здесь еще раз говорю наверное нет смысла говорить какие-то сонные и не сонные здесь наверное в первую очередь может быть еще раз говорю это может быть посмотрим я просто спрошу у ребят может быть вот этот переход сказался такой я говорю здесь все-таки отскок мяча совсем другой передача совсем на другая должна быть повторяю может быть в этой первый тайм вот была адаптация к футбольному полю во втором тайме может быть ребят уже как бы привыкли адаптировались и второй тайм был достаточно хорошим может быть в первом тайме мы сделали в тактическом плане хотели сконцентрировать середину поля для того чтобы у нас игра завязалась может быть и где-то в тактическом плане мы здесь не проявили как бы я имею ввиду и команду и себя в частности то же самое потому что еще раз говорю мы одна единая целая вот и здесь может быть не сложилась вот так игра по первым тайм сложно сказать а второй тайм ребята на мой взгляд очень здорово играли комбинировали еще раз повторяю много было моментов просто не смогли от реализовать те шансы которые у нас были шансы были там по моим три четыре сто процентов поэтому вот здесь но футбол таков футбол бывает иногда суровые по отношению футболистам когда они имеют огромные преимущества вот концовки вот так происходит но еще раз говорю ребята и меня нет каких-либо претензий мы посмотрим наш первый тайм сделаем анализ игры снова укажем какие-то ошибки наш футбол состоит из ошибок его ну и дальше будем двигаться нам нужно двигаться дальше и в плане психологии ментальности но самое главное чтобы сейчас ребята еще раз уже готовились к следующим матчем потому что каждый матч будет достаточно трудно сегодня два достаточно болезненных удара получил амур калмыков оба раза требовалось вмешательство медицинского штаба в итоге вы его заменили на владислава да и как себя сейчас чувствует амур и насколько серьезно его повреждения ну наверное все таки обычно после матча это проходит день-два тогда вот эти травмы сказываются я думаю что наверное был ушиб который не дал возможности может ему дальше продолжать игру вот но у нас медицинский штаб очень хороший я думаю надеюсь что к следующим матчем восстановит его здесь самое главное для футболиста чтобы не было каких-то мышечных повреждений когда надрыв или разрыв то футболисты ходят на долгое время а ушибы но они два-три дня проходят и надеемся что восстановится будет следующим матчем готов достаточно неприятная неделя получилось в плане результатов помимо поражения сегодня здесь от окрона случился и вылет из кубка россии причем без прямого вмешательства торпеда как вы это восприняли как воспринял тренерский штаб уже обсуждали ли эту тему между собой что матч с ростовом но теперь по сути в такой контрольный превратиться но я не знаю как многие воспринимают может быть мы внутри команды да еще раз повторяю для нас это футбол футбол всегда непредсказуем и все может быть а как вас примут другие но может быть одни порадуются что мы наконец-то проиграли другие кто переживает за наш клуб за ребят может быть действительно в этом плане будут переживать и помогать нам здесь я не могу вам сказать что как сейчас происходит самое главное чтобы у нас сейчас внутри команды в плане психологии было все нормально ребята к следующим матчем настроились готовились еще раз говорю здесь каждый матч должен быть запредельный настрой потому что еще раз эта лига достаточно такая боевитая и если в премьер-лиге можно там где-то свободно получать мяч играть то здесь боевитая лига такая в отличается бойцовскими качествами поэтому каждый матч нужно выходить и настраиваться и играть с полной отдачи вот сейчас будем в этом плане дальше ребят настраивать а неделя какая-то для всех команд так для всех команд если одна проигрывает конечно это может быть расстраиваться всегда проигрыш это есть проигрыш нам сейчас нужно смотреть вперед дальше идти готовиться к матчам и только так работать дальше значит учиться на каких-то ошибок исправлять их и только работа может исправить и следующие победы исправить ситуацию и отношения и к нам и к футболистам и клубу только так а